привет привет дорогие друзья с вами саша и канал жизнь в киеве сегодня 29 января 2024 года и я нахожусь в дарницком районе столицы посмотрите какой здесь храм находится потрясающий прямо среди многоэтажек вот такой здесь очень густо населенный район это район осокорков и вот во дворе сразу находится такой красивый храм давайте подойдем поближе расскажу вам вкратце историю данного храма а также режим работы возможно если он сейчас открыт то смогу зайти внутрь и показать какой же он внутри друзья буду очень благодарен за лайк под видео а также не забывайте подписываться на канал мне будет очень приятно я буду вам очень благодарен относительно погоды сегодня в киеве минус 2 градуса но за счет того что нету холодного ветра то ощущается немножко теплее ну я шапочки без шарфика но с кофточкой под горло и чувствую себя очень комфортно храм назван в честь апостола андрея первозванного судя по официальной информации с официального сайта данного храма режим работы с 9 утра до 18 часов дня давайте посмотрим он работает или нет вот двери я вижу открытые сейчас зайдем внутрь храм был открыт в 2004 году такой здесь экстерьер минимализм ну очень красиво вот золотой купол я видел фотографии данного храма внутри в интернете должен быть очень красивый давайте зайдем внутрь и сами в этом убедимся также покажу вам что здесь продается обязательно лавочка здесь такая находится красивая обязательно снимаю шапку перед входом в храмы потому что по традициям православным мужчины должны заходить без шапки а девушки должны покрывать голову платком святой апостол андрей первозванные первозванные и 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 сел на лавочку возле храма и меня угостили конфеткой девушка которая продавала ну в церковной лавке продавала товары свечечки я подошел и спросил говорю у вас продаются церковные прянички потому что как знают подписчики моего канала постоянная то я постоянно когда прихожу храм то покупают церковные прянички и с кофе очкам вот люблю скушать у них к сожалению такого нету но меня угостили конфеткой они сегодня разбирали елку и угостили вот меня спасибо имя большое вкусная конфетка вот такая храм тоже очень хороший такая атмосфера там внутри приятная я постоял немножко помолился и сейчас вот вышел немножко пройдемся с вами возможно зайду в новус здесь рядом поснимаю вам акции и буду выдвигаться домой очень вкусная конфетка еще раз выражаю благодарность за то что меня угостили повезло кстати жителям вот этого дома и вообще вот этих всех окрестных домов что здесь вот у них прям во дворе находится храм давайте поговорим немножко относительно военной обстановки в киеве вчера вечером была одна воздушная тревога которая длилась около получаса была угроза применения баллистического вооружения ну судя по официальной информации воздушных сил украины ракеты и летели в сторону полтавской области была угроза для киева но к счастью киев с киевом все хорошо слава богу будем надеяться что все будет нормально в дальнейшем дай бог хороший здесь район на самом деле мне очень нравятся такие новостройки потому что здесь очень развитая инфраструктура абсолютно все здесь находится в пешей доступности вот видите почтомат новой почты прямо также различные магазинчики плитка сантехника продуктовые абсолютно все здесь в пешей доступности можно даже никуда не ездить никуда не ходить чисто вышел из дома и все тут рядом и посылку получил и отправил аптеки магазины все в пешей доступности поэтому очень удобно даже вот храм есть стоимость аренды если кому интересно вот примерно в таком доме в месяц однокомнатная квартира в зависимости конечно от ремонта от вида в среднем 10 12 тысяч гривен 1 доллар на данный момент 38 гривен 1 евро 40 гривен средняя зарплата в городе киеве 22 тысячи гривен перешли на другую сторону и сейчас выдвигаемся в сторону новуса зайдем в новус посмотрим акции поэтому не переключайтесь а также сделаю мини обзор на популярные продукты там сахар масло хлеб ну не буду слишком затягивать видео сделаю вот именно на основные продукты так давайте быстренько перебежим дорогу а то здесь такое оживленное движение так машина прям на меня едет ну ладно подожду посередине дороги стою стою жду пока проедут машины не ну здесь как бы у них преимущество потому что пешеходного перехода здесь нет и я тут просто чисто перебегал то есть по правилам дорожного движения они правы друзья никогда так не делайте никому не рекомендую это очень опасно никогда не делайте вот честно во первых вам может прилететь штраф оштрафовать вас могут полиция а во вторых это опасно для жизни и здоровья вот здесь пешеходный переход кстати находится но я об этом не знал буду знать я не местный поэтому буду знать следующий раз посмотрите здесь шиномонтаж находится и вот так завлекают о скутерист поехал интересно ну ладно неважно и шиномонтаж завлекает клиентов ну-ка давайте сдувается не сдувается немножко сдувается шина такая такая себе реклама если честно потому что вот подойдут люди потрогают и скажут что наша машина тоже будет так же сдуваться как ваша реклама не продумано не продумано немножко потому что если бы я приехал на шиномонтаж и мне бы вот так вот сделали чтобы так шина сдувалась как на рекламе то было бы мягко говоря неприятно но это шутка конечно образное выражение я же никому не делаю какую-то анти рекламу или еще что-то нет конечно просто хожу и замечаю какие-то интересные инсталляции и обращаю на них внимание нужно стараться позитивно относиться к жизни как-то шутить даже вне зависимости от каких-то обстоятельств ну мы не можем повлиять на внешние обстоятельства мы не можем повлиять на то что происходит в мире в стране еще где-то мы можем влиять только на восприятие нашей реальности вот как мы воспринимаем окружающую действительность такой она и есть именно для нас то есть мы же не можем поменять окружающий мир правильно поэтому нужно менять свое мышление и стараться мыслить более позитивном русле ну и заражать так скажем этим позитивом окружающих людей близких друзей знакомых даже незнакомых людей вот можно просто там когда вы ходите магазин с продавцом каким-то там какую-то шутку какое-то хорошее слово сказать человеку там даже элементарно пожелать хорошего дня ну вам же это ничего не стоит правильно а человеку это приятно он возможно будет вспоминать это весь день а может даже всю неделю месяца может может вообще всю жизнь никто ж не знает поэтому нужно стараться быть добрее к людям и надеяться на доброту окружающих а то в комментариях там всякие боты иногда пишут просто столько зла столько там ненависти негатива честно я за всю жизнь вот не сталкивался с таким количеством просто ненависти и непонятно за что вообще просто непонятно ты блокируешь блокируешь они все равно пишут там иногда ну хороших людей нормальных адекватных больше и это радует я всегда стараюсь отвечать на добрые комментарии по возможности а на злые отвечать бесполезно и бессмысленно таких только вот куда-то подальше в черный список там им и место ну я понимаю да если человек пишет какую-то конструктивную критику это нормально это адекватно и я к этому отношусь хорошо если там человек пишет что-то нормальное адекватное конструктивное а если он там оскорбляет кого-то или же там какая-то ненависть на основании национальности это вообще я не приемлю таких сразу в черный список подходим к новусу заходим в носу такое платье красиво и будем смотреть на цены на акции что же у нас тут интересного продается большой такой магазин прям очень большой вообще давайте сразу сходу посмотрим что же у нас тут есть оливки 60 гривен огурчики 70 гривен маринованные фирменной марки новус что это такое посылает из селедочка тунец фирменной марки новус аквамарин килька 37 квасоли в томатному соусе 39 40 я так округляю потому что никому вот не нужно слушать вот эти лишние цифры но зачем говорить 72 99 правильно проще сказать 73 одна копейка она все равно пробивается 73 потому что она округляется посмотрите мивина вермишель кул культовые 12 гривен такие уси прикольно привет гусь привет youtube гусь передает всем привет сколько ж такой гусь у нас потрясающе стоит цены на него нету есть только артикул ну ладно на вино цены есть на пироль есть а вот на гуся к сожалению забыли сок дороговато о этот сок подешевле 37 гривен светанок давайте посмотрим что что-то у нас составе состав можете видеть на видео 37 гривен нормальная цена еще давайте пойдем дальше энергетик red bull по вот таким ценам его светлая 33 гривны вот видите стоимость от двух единиц кто-то не заметит возьмет одну бутылку пива придет на кассу скажет а чё цена 39 99 кассир скажет а вы же не заметили что здесь 30 от двух единиц стоимость указана бывает такое так вот тоже цены на пиво это импортная какое-то я пиво не пью я алкоголь вообще не употребляю уже более пяти лет кому интересно посмотрите на видео цены жигулевская оболонь пиво вот львовская 2 литра 50 гривен а к пиву что нужно правильно сухарики 15 гривен очень разный просто ассортимент сухариков здесь очень много всего магазин просто огромнейший если буду там каждую позицию сухариков снимать что я думаю это не очень будет интересно большие сухарики 29 гривен пола а литр 25 вот таким ценам кстати еще новогоднюю колу не убрали вот с дедом морозом или же санта клаусом не знаю кому как подсолнечное масло фирменной марки новус такая цена цены на видео кому интересно то ставьте на паузу повторюсь и смотрите мясо стегно курки 80 гривен поминка курича тоже 90 филе куриное 172 гривны вот можете на видео наблюдать здесь очень хороший свет я смотрю хорошая кадра получается быстренько пробежимся по куриному фаршу 20 гривен за 100 грамм также фарш говяжий 26 гривен за 100 грамм свинина цены можете видеть на видео также вот свинина тоже цены указаны за 100 грамм такой небольшой маркетинговый ход смотрите какая интересная цена от 6 единиц пепси 45 гривен за бутылку если по одной единице 53 гривны чипсики лейс цены можете видеть на видео и сами чипсики кстати еще вот новогодняя новогодняя коробочка классно также вот такой ассортимент чипсиков рифленая кстати давно их не пробовал если честно с лобстером вау чипсы к пиву а это что крути хвыли ой я помню раньше такие были с куриными с курицей короче вот такие чипсы рифленая очень вкусная если бы они были то я бы их точно взял а так не хочу кафешка здесь есть такая небольшая люди кушают пожелаем им приятного аппетита майонезик 40 гривен молочко от трех единиц 29 гривен одна единица 36 гривен также безлактозное молочко 50 гривен генеральское сало по 400 гривен аж выглядит очень достойно также обычное сало сосисочки друзья пишите в комментариях кто из вас любит сосисочки с макарошками это одно из моих любимых блюд сосиски с макарошками и еще с сыром вау просто вообще классно рыбка здесь короб сто сорок девять гривен на ярмарке не помню честно по какой цене ну плюс-минус аналогичная ну здесь хотя бы рыба хранится в аквариумах а на ярмарке просто в таких типа тазиках металлических металлических рыба тут плавает осетр смотрите 589 гривен плавает смотрит на нас тут еще был живой лобстер вот его куда-то куда-то убрали наверное продали также вот рыба замороженная смотрите там название и цены рыбка дорадо устрицы креветки просто ассортимент поражает лосось икра лососевая самый такой интересный отдел для некоторых это цены на яйца вот смотрите ставьте на паузу покупайте если хотите не хотите просто смотрите как вам угодно хорошо что яйца здесь хранятся в холодильнике так и должно быть потому что в некоторых магазинах они просто просто лежат на прилавках и там размножаются вот в таких яйцах бактерии а потом попадают к вам в организм так тортики давайте быстренько посмотрим 200 гривен вот хороший торт акция рошеновские тортики кстати я снимал обзор на тортики в рошан кому интересно то ссылочка будет выше можете сравнить так бананы вот 180 гривен дорогие но это именно дорогие вот эти baby маленькие вот для обезьянок а для людей 70 гривен банальщики мандаринки 50 гривен очень хорошая вот прям большой такой мандарин внушительный сейчас обязательно возьму пакетики куплю мандаринок пакетики у нас по гривне 20 кстати вот такое интересное замечание когда когда ввели пакетики вот эти платные это законодательное урегулирование еще до начала полномасштабного вторжения все пакетики в магазинах сделали платными и бесплатные запретили знаете какой был лайфхак брали вот такие перчаточки и складывали сюда товары картошечку там еще что-то они кстати бесплатно а вот такие пакетики платные и вот такой вам лайфхак если не хотите платить гривну 20 то просто подошли взяли вот такие перчаточки положили сюда ваши товары там картошечку мандарин и все не нужно платить лишнюю гривну а так сэкономил 50 пакетиков вот таких не купил и уже можно взять килограмм мандарин действительно очень выгодно авокадо 50 гривен помидорчики огурчики смотрите здесь продается дыня 129 гривен за килограмм хорошая дынька маленький ананасик вы когда-то видели такой маленький ананасик 60 гривен смузи лайм 149 гривен за килограмм кстати я очень люблю лайм в чай добавлять вместо лимона пожалуй возьму морковка 12 гривен картошечка вот 33 яблочки в среднем по 20 ну 22 27 в зависимости от сорта кстати у нас относительно недавно появилась вот такая фанта она без сахара со вкусом манго я пробовал очень вкусно рекомендую клубника сейчас продается зимой 150 гривен за 250 грамм вот такая клубничка хорошая красивенькая также малинка тоже цены с той стороны журавлы на 60 гривен так малинка 125 грамм 270 гривен ну цены конечно немножко кусаются тортики фирменного приготовления новуса ну тортики здесь вообще шикарные вкусные прям вау ну цены конечно да соответствующие ну на какой-то праздник можно себе позволить кстати когда-то в новусе была акция на тортики на день рождения то есть ты показываешь паспорт и там какая-то скидка идет не знаю какая это еще раньше было я бы взял конечно какое-то пирожное но наверное не сегодня уже иногда нужно экономить так сосиска в тесте помню такие еще со школы 23 гривны так хлебушек так давайте какой-то самый простенький посмотрим багет 36 гривен есть багет за 17 гривен думаю 17 это самый простенький так вот хлебушек фермерские 29 гривен а вот еще 20 гривен батончик бутербродный называется здесь настолько большой новус что продаются не только продукты но даже вот кофеварку можно купить за 409 гривен это где-то 11 долларов 11-12 вот фен 529 гривен напоминаю 1 доллар сегодня 38 гривен 1 евро 40 гривен набор колыхев для шампанского также вот керхер пара очистителей пылесосы даже пылесос здесь можно купить представлять прикольно здесь вот возле отдела с носками смотрите отдел с носочками здесь находится как вы думаете что пиво правильно пиво по акции возле носков интересное такое товарное соседство взял пиво взял носки и жизнь удалось как говорится да интересненько смотрите акции очень хорошая на стиральный порошочек тает также гала тайт опять маленький порошок окей купил такой порошок и все у тебя стало окей прям сразу главное купи да салфеточки целлюлезная не целлюлитные друзья а целлюлезная вот правильно так тапочки очень хорошие 150 гривен также тапочки женские 140 гривен неплохая цена сковородки сковородка 160 гривен всего лишь антипригарная сковородка 219 так у меня как раз сковородка моя немножко пришла в неугодность у меня тоже кстати с антипригарным покрытием но я так понимаю что она стерлась ну у меня наверное возьму знаете хорошая акция 200 гривен сковородка дыхай буду как то кажуть я нашел гусей с начала обзора друзья помните вот я видел таких классных гусей в начале обзора и не знал их цену вот смотрите самый главный секрет сколько же стоит гусь смотрите какой он красивый так положу положу свои продукты и просто возьму этого гуся гусь из новуса передает привет ютубу смотрите какой красавец просто вау интересно также есть вот маленький гусь не знаю мне маленький как то больше нравится какой то он такой прикольный а большой ну куда его так все выдвигаемся на кассу а то у меня сейчас будут помидорами кидаться что такой большой обзор что такой длинный делай покороче ну ладно смотрите здесь есть вот такие пуфики диванчики и здесь можно посидеть отдохнуть даже я так думаю можно взять книжечку вот думаю богатей читал эту книгу очень хорошая рекомендую можно взять книгу и сесть вот почитать здесь я так понимаю ругаться никто не будет и также сверху есть розетки я думаю можно даже гаджет свой зарядить очень удобно идем на кассу здравствуйте доброго дня вот и реки даже здесь продаются на кассе у меня на кассе спрашивали вам пакетик нужен я говорю зачем мне пакетик если я купил сковородку ну действительно логично смотрите так взял и идешь себе несешь сковородку зачем пакетик нужен ну правильно тратится лишний раз так есть сковородка сейчас скажу сколько же мне все это обошлось лайм 11.92 сковородочка 219 мандаринки 43 гривны чуть чуть меньше килограмма и вот пакетик гривна 20 такой у нас был сегодня обзорчик друзья пишите ваше мнение в комментариях относительно видеоролика также буду очень благодарен за лайк под видео и подписывайтесь на канал не забывайте подписываться всем спасибо большое друзья за просмотр всем мира это самое главное всем добра и вот еще раз показываю вам мандарины очень хорошая цена в новости спасибо 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 спасибо